Добрый день! Алексей Пашков на связи. И то видео, которое я для вас снял сегодня, это, наверное, самое важное видео из тех, что я сделал за последний год. Потому что сегодняшний наш разговор будет иметь для вас терапевтический эффект. Мы поговорим о том, как успокоиться, как взбодриться, и как сохранить внутреннее душевное равновесие в те непростые, будем откровенны, времена, в которой мы с вами живем. На самом деле, я недавно, буквально неделю или две назад, задал в нашей группе вопрос. Как вы справляетесь со стрессом? Как вы боретесь со страхом? Потому что мы сейчас все в стрессе, и нам всем довольно боязно. Под этим постом было больше тысячи комментариев, что указывает на то, что с темой, как минимум, я угадал. Она актуальна. И очень многие сказали, что спасаются они с помощью хобби, чтения или искусства. И в этом нет ничего удивительного. Ну, у нас же собрались люди, которые любят искусство. Чем же еще им спасаться, как не им? Мы все интуитивно понимаем, что искусство действительно имеет целительный эффект. Оно действительно успокаивает, оно действительно внутренне очищает, оно действительно поднимает над суетой и рутиной. Но мне кажется, что все-таки не все, скажем так, используют его правильно. Я, конечно, не претендую на истину в конечной инстанции, но я просто хочу с вами поделиться несколькими советами, несколькими рекомендациями по поводу того, как использовать искусство в терапевтических целях. Эти рекомендации я исполнил на себе, они у меня работают, и надеюсь, что вам они тоже окажутся полезными. А рекомендаций у меня для вас три. Первое. Выбирайте для общения такие произведения искусства, которые будут не только доставлять вам эстетическое удовольствие, на которые не просто приятно смотреть, но которые будут еще и стимулировать ваш мозг. Давайте я поясню, что я имею в виду. Я знаю, что в моей группе много людей, которые хотят просто смотреть на красивые картинки. И поверьте, я ничего не имею против. Но вот лично для меня это не работает. Точно так же, как, кстати говоря, и не работают, например, в прогулке на природе. Вот многие говорят, если ты в стрессе, если тебе плохо, иди погуляй, это тебя успокоит. Не помогает. А знаете, почему не помогает? Потому что прогулка на природе... Нет, эта штука очень приятная, конечно. И да, она и давление понемежает, и стресс снимает отчасти. Но только отчасти. Потому что природа, она занимает мои чувства. Зрение, слух, я слышу пение птиц, я чувствую запах, который поднимается от земли, проснувшись от зимней спячки. Ну, сейчас как раз весна, и все это очень приятно. Но все это не занимает мой мозг. А мозг-то нужно как раз занять в первую очередь. Потому что именно там, на сознательном уровне, вращаются бесконечно круг за кругом мысли. Те самые мысли, от которых очень хотелось бы избавиться. Давно замечено. Наше сознание устроено таким образом, что нам очень сложно не думать ни о чем. У меня есть несколько друзей, которые практикуют различные медитации, восточные практики. Так вот, в их кругах ходит шутка. О чем ты думаешь? Да ни о чем. О, учитель, научи меня как. Действительно, полностью очистить сознание от мыслей очень сложно. Ну, вроде как есть люди, которые это умеют, но их мало. Это явно не про вас и не про меня. Но вот что мы можем сделать, так это переключиться. Одну мысль нужно вытеснить другой. Когда я работаю над своими лекциями, например, я не могу думать о том, что со всеми нами будет завтра. Потому что я полностью сосредотачиваю свое внимание на том сложном предмете, которым занимаюсь. Именно поэтому я призывал и продолжаю вас призывать не просто любоваться на произведения искусства, но еще и пытаться их понять. Это очень помогает. Это действительно отвлекает от мрачных мыслей. Давайте приведу вам пример. Вот эта картина из Эрмитажа, называется «Новый рынок в Амстердаме». Это голландская картина 16 века. Одна из моих самых любимых. Почему? Потому что, казалось бы, это просто повседневная бытовая сценка. Старушка везет телегу с овощами. Рядом туша быка, выставленная на продажу. Дети, которые, заметьте, играют с мочевым пузырем этого быка. Ну, вместо шариков он у них. Мы с вами хорошо знаем, что голландцы того времени любили вот эти вот бытовые сценки. И мы можем скользнуть взглядом по картине, не придав ей большого значения. Ну, очередная сценка из жизни большого торгового города. Но это будет поспешным и опрометчивым решением. Потому что, на самом деле, я абсолютно уверен, эта картина – это мудрая аллегория. Аллегория очень хитро спрятанная. Потому что, да, она маскируется под обычную бытовую сценку. Но на самом деле тут заложен глубокий моральный смысл. Если в двух словах эта картина призывает нас помнить о собственной смертности, иметь твердую веру в Бога и не тратить жизнь на ерунду. Я сейчас специально не буду прояснять для вас весь ход рассуждений, который привел меня вот к такой интерпретации. Не буду, потому что хочу, чтобы вы подумали об этом сами. Я же только что вам советовал нагружать собственную голову. Вот прекрасная возможность. Если ничего не придумаете, а все равно будет интересно, я уже снимал подробное видео с разбором этой картины. Где-то у меня на канале есть. Поищите. Но в любом случае самое главное заключается в том, что глядя на эту картину и пытаясь понять, в чем ее смысл, а это действительно требует усилия, потому что для этого нужно и определенное знание живописной традиции того времени, и понимание философских идей, которые циркулировали в обществе в этот период. Но вот когда вы свой ум направляете на решение этой задачки, тогда места для мрачных мыслей уже не остается. А это как раз то, чего мы с вами добиваемся. Это была первая рекомендация. Но есть еще и вторая. Вот я только что сказал, что картина – это призывает нас иметь веру и не тратить жизнь на ерунду. Согласитесь, это очень важная мысль. То есть эта картина говорит с нами о чем-то основополагающем, о чем-то жизнеопределяющем. Так вот, выбирайте то искусство, которое говорит с вами о таких вещах, и позвольте ему говорить с вами о таких вещах. Дело в том, что всем нам нужна цель. Цель достаточно большая и достаточно важная для того, чтобы на пути к ней нас не могло остановить ничто. И иногда мы с вами погружаемся в бытовуху, в магазин сходить, документы подать, еще что-то, и об этих больших целях забываем, теряем свой фокус на них. Но вот в такое время, как сейчас, нам обязательно нужно этот фокус вернуть и понять, ради чего стоит жить дальше, и ради чего мы должны не позволять себе опускать руки. Есть великое искусство, ну, точно так же, как существуют и великие книги, например, которые могут вам об этом напомнить, которые могут вернуть ваш фокус в нужную точку. Лично для меня, например, таким искусством является искусство американского художника-иллюстратора Нормана Роквелла. И да, я понимаю, что, наверное, сейчас не лучший момент признаваться в любви к американскому художнику, но я все равно это сделаю, потому что я стою за откровенность и честность в общении со своими подписчиками. Ну и, кроме того, любой паранойи должен быть какой-то предел. Поэтому Норман Роквелл и две его работы, которые мне особенно помогали и до сих пор помогают переживать трудные времена. Вот первое. Называется она «Свобода от страха». Ну, это на самом деле работа из серии. У Роквелла есть серия, называется «Четыре свободы». Вот это одна из них. Муж и жена вечером поднялись в комнату детей. Два маленьких поросеночка, уже заснули. И вот отец с матерью смотрят на них, и в руке у отца газета, в которой, если посмотреться, можно разглядеть заголовок. Там что-то про бомбардировки. Ну, на самом деле, эта вещь создавалась в конце 30-х годов, поэтому понятно, что речь идет про события в Европе. Так вот, о чем напоминает эта картина? О том, что что бы ни случилось, нам нужно жить ради наших близких. Наш первый долг, наш безусловный моральный долг обеспечить тем, кого мы любим. Безопасность, комфорт, подарить им любовь, подарить им защиту. И вы знаете, это на удивление работает. Я на собственном опыте могу вам сказать, что попытка защитить кого-то, кто рядом с тобой, она очень быстро действительно приводит в тонус, выдергивает из мрачных мыслей и стимулирует гораздо больше, чем желание защитить самого себя. Кстати говоря, я не один такой. У меня есть несколько близких друзей, и вот когда я с ними общаюсь, они все говорят примерно одно и то же. Они говорят, я бы, честно говоря, давно бы уже просто бы начал квасить, ну, чтобы не думать. Но у одного трое детей, у второго двое детей, у третьего беременная жена, поэтому нельзя. Нужно продолжать жить в обычном режиме, нужно сделать все, чтобы у них было все хорошо. И вот такая живопись, она напоминает об этих самых базовых, самых основополагающих вещах. Вторая работа Роковала, которая тоже мне очень нравится. Вот она. Ее по-разному называют, ну, концерт иногда просто. Посмотрите, маленькая парикмахерская, ну, видимо, в каком-то небольшом американском городке. Она уже закрыта, рабочий день закончился, и мы видим заднюю комнату, в которой собрались несколько пожилых мужчин. Ну, видимо, это хозяин парикмахерской и его друзья. И они устраивают концерт. Небольшой любительский концерт. Знаете, о чем меня заставляет задуматься эта вещь? О том, что есть такие материи, которые невозможно у человека отнять. Ведь любовь вот этих людей к музыке, их дружба, это все не зависит от того, процветает городок, в котором они живут, или нет. Это не зависит от того, живут ли они в 20-х, эпоху процветания, опять-таки, или в 30-х, в эпоху Великой Депрессии. У человека можно отнять многое. Благосостояние, машину, жилье. Можно порезать ему зарплату или пенсию в два раза. Но есть вещи, которые отнять невозможно. Культура. Искренний интерес к жизни. Умение наслаждаться нематериальными благами. Все то, что у нас вот здесь и вот здесь. Этого у нас не забрать. И это, согласитесь, мысль жизнеутверждающая и оптимистичная. Ну и, наконец, третий совет. Есть такие картины, ну и книги, опять же, которые направляют и поддерживают. Как хорошие и мудрые друзья. Ищите их и спрашивайте у них совета. Для меня, например, одна из таких вещей – это гравюра Дюрера. Я уже много раз о ней с вами говорил, но не грех и повториться. Гравюра называется «Рыцарь смерти дьявол». И считается, что гравюра эта написана, ну, как минимум, под впечатлением от труда Эразма Роттердамского. Книга Эразма называется «Орудие христианского воина». И в ней он пишет о том, что человека, который решился следовать в жизни правильным путем, обязательно будут встречать демоны. Ну, демоны в переносном смысле. Под демонами он имеет в виду искушения, страхи, неуверенность в себе. Они будут настойчиво стараться свернуть его с выбранного пути. И сложно их преодолеть. Но, напоминает Эразм, если человек точно знает, чего он хочет, если он способен контролировать себя, если он способен направлять свой разум, то все эти демоны и страхи не будут представлять для него настоящего препятствия. Они превратятся в то, что Эразм называет фантасмата. То есть фантазмы, псевдоопасности, мнимые опасности. Нужно просто отвести от них взгляд и упорно и настойчиво следовать своим путем, не обращая внимания на их кривляния и угрозы. В текущей ситуации сложно найти более мудрого совета. Я недавно опять же общался со своим другом, который пребывает в полной депрессии. Он жутко напуган, не уверен, он не знает, что будет дальше. И пока я с ним разговаривал, мне стало очень хорошо понятно, что большая часть тех вещей, которых он боится, она ведь еще не случилась. И может быть не случится. Да, я надеюсь, что не случится. То есть человек сам себя накрутил, сам себя загнал и позволил вот этим вот самым фантасмата, выдуманным опасностям, полностью завладеть своим разумом. Книга Эразма и вот эта вот иллюстрация книги Дюрера напоминают нам, не позволяйте им овладеть вашей душой. Посмотрите на лицо этого рыцаря, посмотрите, как сосредоточен его взгляд. Он смотрит прямо вперед. И не дьявол, который сзади корчит ему свою свиную рожу, не смерть, которая указывает на песочные часы, пытаясь его напугать, не могут даже привлечь к себе его внимание. Он не смотрит на них, он едет вперед. Совет, который дает нам эта гравюра, неоценим. И в том, что этот совет исходит от мудрых людей, мы тоже можем не сомневаться. И лично для меня вот такие вещи становятся всегда огромной поддержкой. Надеюсь, что и для вас они станут тоже. Да, конечно, для того, чтобы таким образом общаться с искусством, искать его смысл, понимать, от кого исходит то или иное живописное послание, и в каких исторических условиях оно формировалось. Наконец, для того, чтобы из множества картин выбрать те, которые лично вам подходят и лично вас будут ободрять, для этого нужен и определенный кругозор, и определенные познания в истории, философии, и некоторый навык чтения и интерпретации картин. Но для всего этого у вас есть я. Я вам всегда помогал научиться общаться с искусством вот на таком уровне, и буду помогать и дальше. Завершая это видео, хочу еще раз подчеркнуть, искусство, ну и культура в широком смысле действительно целебны, они действительно способны подарить вам внутренний покой, пусть хотя бы на какое-то время, но только в том случае, если вы со своей стороны приложите к этому некоторые усилия, в том, чтобы овладеть нужными знаниями и умениями, я вам, безусловно, помогу, ну а прилагать или не прилагать усилия зависит уже от вас. Но поверьте мне, это того стоит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!